хорошо мы приветствуем татьяну интересуемся готова ли она к проверке да она готова и я даю команду на счет 3 сканер начинает сканировать пространство над головой татьяны под ногами сканер сканировать 7 тонких тел татьяны находит все наночисто энергиями наполнена давай считаем сколько у нее энергии какая чистота вибрации 120 20 молодец человек заправляется энергиями сразу видно отлично татьяна у вас получается продолжайте хорошо давай заправим ее энергиями сколько энергии нужно ей какая частая вибрация максимально комфортно 320 и 25 и на счет 3 в макушку головы татьяны начинает поступать 7 высоко вибрационных потоков по 320 процентов каждый 1 2 3 потоки пошли наполняет усиливает все необходимые ей цвета начинает поступать мощность потока усиливается они идут энергии и зеленый изумрудный поток отдельным потоком идет зеленый изумрудный отлично мы уже знаем откуда она важно чтобы она этого хотела и поднимаем чистоту и вибрации до числа значения 25 герц пошел подъем синхронизируется энергией вибрации гармонизируется распределяется усваивается наиболее эффективным образом 123 хорошо еще два слова добавили татьяна когда вы на земле заправляетесь это длится чуть чуть дольше чем при работе в астрале поэтому если вы так приблизительно минуту у нас заправлялись энергиями то на земле это около двух минут так чтобы себе это представляли и обязательно почувствуете этот ответную реакцию организма то или мурашки или где-то что-то такое давление будет или волосы на голове будет шевелиться этот процесс так проявляется хорошо мы за на говорит все равно здесь это чувствуется ярче ну конечно в матрице земли немножко по-другому но вы все равно должны каждый день себя в матрице заполнять потому что все интерференты сидят и там ждут нас и чтобы не попадать надо быть всегда полным энергии это для них эти высокие вибрации они не могут их выдержать поэтому они не будут и входить вас это есть ваша защита кроме основной защиты которую возможно сегодня еще узнаете от своего куратора хорошо у нас остались с удовольствием жду встречи да у нас остались еще 10 вопросов к куратору и я делаю запросы в энергоинформационном поле и прошу к нам прийти к куратору или учителя татьяны в комнату диагностики женщина адель снимается все маски и голограммы фантом предстоит перед тобой впервозданном виде согласно своему эфирному коду днк мы приветствуем куратор или учителя мы приветствуем адель меня зовут влад это вера рядом стоит ваша подопечная татьяна будете ли вы так люби всех приветствую в этой комнате и благодарю за эту встречу на вашей территории замечательно я думаю эти высокие вибрации которые вас окружают по нраву вам понравится хорошо уже очень чистая атмосфера замечательно уважаемая адель вы куратор или учитель куратор меня зовут влад это вера рядом стоит как я и сказал татьяна 10 вопросов она написала вам с просьбой дать ей ответы будьте ли вы так любезны на эти вопросы ответить в силу своих возможностей я знаю кто вы да мы я буду так любезно ответить на вопросы татьяны благодарю вас вы знаете кто мы или что вы сейчас имели ввиду я не совсем понял ты представился а хорошо благодарю вас конечно да я уже знаю откуда вы тоже уважаемая адель я очень рад вашему визиту итак мы начинаем с первого вопроса первый вопрос откуда родом моя душа это не трудно понять по изумрудной энергии твоя душа с урана рожденная там приветствуем представителя урана в нашей комнате диагностики мы очень рады благодарю благодарим и мы вас второй вопрос здесь просто нечего больше добавить второй вопрос иду ли я по плану развития своей души я бы я бы описала это так ты проснулась и развиваешься а значит растешь план он может всегда изменяться где-то где-то застопоряться останавливаться возьми столько времени сколько нужно для своего развития иди постепенно осознавая и понимая это твой багаж который со временем накопится и уплотнится а твоя душа перейдет на другой уровень осознанности ты на правильном пути замечательно благодарю вас уважаемая адель у вас очень красивое имя за эту информацию я перехожу с вашего разрешения тогда к третьему вопросу да сколько темной энергии я набрала 23 процента благодарю вас четвертый вопрос какой уровень моего высшего я уровень 12 это высокий уровень высшего я это уже серьезная осознанность благодарю вас за эту информацию пятый вопрос на первой чистке мне вернули энергии зеленого цвета что это за энергия как мне научиться использовать зеленый стержень внутри себя это информация из последнего сеанса вы наверняка в курсе чистки которую мы проводили я в курсе зеленая энергия это твоя родная энергия то из чего состоит у вас твой стержень энергия урана которая дает тебе преимущество и защиту как ее использовать представлять внутри как сферу сферу или стержень секунду стержень но он круглый круглый стержень хорошо да проходящий от копчика в голове он может иметь разную форму закручиваться раскрываться как цветок но по всему стержню узор будет симметричный в зависимости от твоего настроения и состояния души этими энергиями ты можешь связываться с ураном и получить определенную информацию в дальнейшем для начала тебе нужно понять свою природу и увидеть эти энергии научиться не делать их гибкими не представлять их как просто ствол но хотя с этого ты можешь начать эти энергии живые и я уже сказала могут применять разные формы но они всегда будут симметричны одна поднимается за другой от копчика к голове в зависимости от твоего настроя и запроса вы закончили да благодарю вас уважаемая адель следующий вопрос шестой я пытаюсь повышать энергии вибрации и синхронизировать их как лучше мне научиться визуализировать и прочувствовать это это самые простые практики были даны давно на землю остановка ума медитация и йога это азы с которых нужно начинать мы не можем вернее вы не можете остановить время но свои мысли вы в состоянии остановить и прийти в состояние без мысли если вы можете видеть энергии управлять ими регулировать и связываться с родными планетами благодарю вас уважаемая адель я только хотел сказать это слово без мысли но вы сами его назвали это действительно азы с этого надо начинать это путь кто его пройдет тому откроются новые двери я благодарю вас за эту информацию вы позволите переходить дальше или вы хотели что-то добавить добавить что мне добавить я ответила на поставленный вопрос мы всегда просто должны спросить может быть еще вам что-то хотелось сказать хорошо седьмой вопрос какие практики мне могут помогут увеличить осознанность и видеть первопричину обстоятельств чтобы видеть первопричину обстоятельств нужно убрать рутину мишу и посмотреть на себя со стороны эмоции и заглянуть вглубь в себя я ответила уже на предыдущий вопрос это азы с которых нужно начинать начав с этого информация будет поступать со всех сторон и тогда нужно научиться определять нужную информацию от ненужной но это будет уже следующий этап я благодарю вас уважаемая адель я перехожу к следующему вопросу с вашего разрешения восьмой вопрос я с детства ощущаю что моя сила воли как будто надломлена как птица со сломанными крыльями знает как летать но не может вопрос откуда у меня такие чувства если это связано с моей прошлой жизнью могу ли я узнать обстоятельства при которых это произошло это не связано с прошлой жизнью это связано с памятью человека на земле ты помнила до какого-то момента кто ты и была уверена в своих энергиях и связи с ураном с определенного возраста связь прервалась если я не ошибаюсь это 4-5 лет в нашем лет исчислении когда ребенку становится он перестает видеть и забывать забывая там очень много это так или у нее это позже по-разному бывает 7-8 лет очень зависит от окружающей среды если ребенок рожден с правильными родителями он он может пронести это до возраста переходного перехода биометрического 14 лет физического тела на момент взросления извините если я говорю сумпурно у кого-то останется это и во взрослой жизни таких людей называют чудаками но в какой-то мере они есть чудаки потому что живут идеи они развитием души но мы оторвали от темы и тем не менее уважаемая это было очень интересно что вы сейчас рассказали я благодарю вас за эту информацию вопросов больше по этой теме я ответил на вопрос безусловно конечно вы ответили на вопрос здесь все понятно лучше даже мы не могли себе представить я могу переходить стержнем ты соединишь это надломленность и у тебя появится больше энергии внутри и уверенности и защиты вот это подсказка Татьяна обратите на нее очень серьезное внимание девятый вопрос какие уроки мне нужно пройти в отношениях с мужем? я не понимаю вопрос давайте я попробую вам объяснить если человек спрашивает о каких-то уроках это значит у нее не все гладко было видать в отношениях с мужем и там были какие-то ситуации чтобы менять любые отношения нужно менять себя с этого начинается все менять свою реакцию нужно менять себя это ответ я могу на этом остановиться мне непонятен вопрос к сожалению я еще раз попытаюсь его объяснить здесь завуалирована ситуация которая имеет себе какие-то негативные опыт то есть видать не все там так гладко что-то не получалось или не получается возможно какие-то разногласия это она называет словом урок и какие уроки еще нужно пройти в отношениях с мужем ее вопрос я не знаю всю ситуацию какие уроки нужно пройти это зависит от нее самой мы не можем знать что завтра сделает человеческий мозг мы можем лишь говорить про состояние души внутренней гармонии и спокойствия если оно будет удерживаться и отношения будут гармоничные благодарю еще раз вас уважаемая Адель я могу переходить к последним заключительным мне жаль что я не могу ответить на этот вопрос потому что вопрос не поставлен правильно Адель я вам объясню это нюансы нашей человеческой речи мы любим изъясняться двусмысленно понимаете этот вопрос можно было по-другому поставить описать какую-то ситуацию спросить что я должна была из этого получить здесь же вопрос поставлен так что на него очень трудно действительно отвечать она спрашивает какие уроки ей нужно пройти в отношениях с мужем и ожидала от вас например таких ответов как иметь терпение уметь выслушивать изменить свою реакцию вот это подразумевалось под этим вопросом я надеюсь и я не ошибаюсь потому что это двусмысленный вопрос я лишь хочу сказать что в отношениях принимают участие две стороны конечно если один в гармонии и имеет определенное терпение второй понимает бессмысленность своих прёков отличный ответ нет я перехожу с вашего разрешения к последнему заключительному вопросу пожалуйста как обрести гармонию и целостность в этих отношениях я полагаю с мужем быть гибкой гармоничной делать комплименты мужу поменять себя и свои реакции улыбка и радость женская энергия и тепло которое несет женщина это то что влечет мужчину и тянет его возвращаться меньше вспоминайте прошлое и упрекайте друг друга это яд в отношениях упреки с них все начинается и желание сказать последнее слово ты хочешь гармоничные отношения не надо вспоминать прошлого дай тепло своему мужу это самое главное чего другое так не удержит как настоящее тепло идущее от самого сердца я могу много говорить на эту тему вы жили когда-то на земле у вас было воплощение опыт я чувствую это я чувствую вы даже слова находите которые многим при силе урана было трудно найти я вижу вы действительно владеете этой ситуацией и очень приятно иметь профессионала на своей стороне который так доходчиво объясняет я лишь могу сказать что мужчину не удержит ни еда ни дети ничего другого ни деньги мужчину удержит тепло которому он захочет возвращаться и спокойствие которое он приобретает рядом с женщиной а упреки и вспоминания негатива только разжигает огонь в негативную сторону благодарим вас за этот ответ мы закончили у нас вопросов больше нет из тех которые это опыт моей земной жизни когда вы жили можно еще спросить давно это было нет сто лет назад сто лет назад чуть менее чуть менее так вы еще в курсе всех наших последних здесь событий замечательно понятно поэтому теперь я и понимаю откуда вы это все знаете вы просто смотрите на свою жизнь и свой опыт я еще помню это тепло уважаемая Адель мы закончили с вопросом если вы хотите сейчас активировать помочь ей активировать энергии стержень например или что-то от себя лично добавить хотя мы уже все обговорили это был бы самый лучший момент энергии активированы я уже прикоснулась вы уже вы уже прикоснулись энергии живы стержень стержень оживлен отлично благодарим вас за это получает питание урана уран родной энергии Татьяны уважаемая Адель у нас есть очень добрая традиция я подозреваю что вы уже не знаете на уране всем кураторам всем учителям которые к нам приходят мы всегда делаем определенный подарок позвольте вам преподнести Верочка в твоих руках появляется большая корзина с самыми вкусными ягодами которые есть на земле один два три все самые вкусные спелые ягоды которые есть на земле появляются в этой корзине проявляется большая корзина и мы хотим спросить у вас разрешение передать вам этот скромный подарок в знак нашей благодарности за эту встречу за ваши ответы за вашу помощь будете ли вы так любезны это великолепный подарок и я помню вкус вы должны помнить я только хотел сказать что конечно вы это все знаете примите пожалуйста от нас от Татьяны от Веры и от меня благодарю примите благодарность Урана принимаем искреннюю благодарность Урана и посылаем вам нашу искреннюю свою благодарность была рада встречи на вашей территории я уверен это не последняя встреча если у Татьяны пойдет все в правильном направлении она наверняка скоро или с вами свяжется или захочет познакомиться со своим высшим я если такой момент будет мы обязательно пригласим куратора в эту комнату диагностики и мы еще раз с вами с удовольствием встретимся уважаемая Адель от себя благодарю вас еще раз примите искренне благодарность наилучшие пожелания Урану и до скорых встреч до скорых встреч прощайте сейчас всего доброго и рассинхронизируйся Верочка готова хорошо мы закончили Татьяна как вы себя чувствуете как вам встреча с вашим куратором я чувствую энергию стержень внутри он 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 живой и замечательно работаете с этой энергией ощущаете на физическом плане это ваше и защита ваша и все что угодно это ключ ко всему как вам куратор и сказал ваша родная энергия вам всегда помогает будем возвращать вас назад ваш биоробот для того чтобы все эти энергии синхронизировались на физическом плане и для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Татьяны в систему биоробот душа заводим подключаем ее к каждому органу каждой клеточке каждой извилинке головного мозга проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами и все энергии с тонкого плана передаются на физический план 1 2 3 прошла синхронизация гармонизация готова отлично я отключаюсь от объекта и перемещаюсь в свою комнату диагностики пошел подъем не на месте не на месте не на месте